Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы быстро посмотрим, что же происходит у нас на рынке. В протоколах стейкинга Ethereum 2.0 обнаружили критическую уязвимость. Соучредитель стейкингового сервиса Ethereum 2.0 Stakewise Дмитрий Цумак обнаружил уязвимость в протоколах RocketPool и Lido, которая может привести к краже пользовательских средств. Опять забалтывают нас всякой чепухой. Понятно, что уязвимость, давно она существует, будут сейчас это дело перепиливать, но это не мешает тем временем эфиру расти и обновлять свои локальные максимумы, хотя он еще их не обновил, конечно. Единственное, что по эфиру все выглядит очень по-бычай, хочу вам сказать респект, ребята, всем, кто в ракете. Болговать эфирчик в инверсной марже вы можете на ByBity, ссылка на нее в описании, естественно, и урок «Как торговать» тоже сейчас появится у вас сверху. Но, единственное, что я вчера взглянул на недельный таймфрейм по эфиру на ByBity, тут, конечно, не видно всей предыдущей истории, и это линейная шкала, в логарифме все более-менее нормально, тем не менее, посмотрите, ну это уже достаточно отвесная история, и, ну, в общем, не знаю, я, конечно, по-быче настроен на эфир, я ничего не говорю, но просто хочу вам сказать, что посмотрите, на недельном таймфрейме мы уже очень-очень сильно отросли. И, да, пока у нас все указывает на продолжение роста. Вот Parabolic SAR включил я после вчерашнего видео Кевина Свенсона, которое, кстати, просто обалденное видео Кевина Свенсона. На нашем втором канале CryptoCommons 2.0 выложено, обязательно посмотрите, если вы его не видели, вот это вот видео, биткоин пошел вертикально. Он там показывает Parabolic SAR, индикатор, и, да, он указывает нам на продолжение аптренда, так как эти точки снизу идут тоже. А вот на месячном таймфрейме, вы можете обратить внимание, он показывает нам даунтренд. Несмотря на то, что свечи хайка наши зеленые, Parabolic SAR пока еще не изменил траекторию. Так что просто надо быть осторожными, потому что может же быть и вот такая фигня, как была вот здесь, понимаете, с эфиром и со многими перекупленными монетами. Но, естественно, если биток идет на 100 тысяч, то я сейчас просто вас кошмарю, как бы не надо сильно переживать, потому что я сейчас тут говорю. В целом у нас очень бычая тенденция. Я думаю, что финальный хороший заброс наверх нас еще ждет и по эфиру тоже. По биткоину. По биткоину все идет по плану. Биткоин выглядит очень уверенным. У нас есть вот такая вот восходящая поддержка, трендовая линия, можем сказать так. Можем даже ее вот так поставить. Здесь мы ее ложно прокололи ненадолго, после чего выпрыгнули, как мячик из-под воды. И биткоин сейчас идет, конечно же, в первую очередь на шортах. Шорты кто это у нас? Это не только те, кто шортят с плечом. Это также те, кто не в рынке, а таких все-таки еще 99% людей по всему миру. Те, кто в Фиате, те, кто в Тезере. Даже те, кто в рынке в Тезере, они тоже шортят, просто у кого нет битка. На этих шортах мы сейчас и полетим. Смотрите, ближайший уровень сопротивления по биткоину это 59,700. Это вот здесь уровень, да? И all-time high нынешний 64, ну 65 тысяч почти. В принципе, как вы можете видеть из дневного даже графика, биткоин может как по маслу. Сейчас просто сделать вот так и все, и переписать эти уровни. Единственное, что на дневном таймфрейме у нас уже RSI немного перегретый. Но опять же, напоминаю, что в бычьем рынке RSI может долго находиться перегретым и идти вот так вот. Поэтому тоже ничего тут страшного. Поставил еще себе индикатор Буш-Халифа, пифагоровский индикатор. Прикольный индикатор, немного заторможенный, но посмотрите, он когда долго дает зеленые точки на покупку, они, как правило, неплохо отрабатывают. И вот здесь тоже. Ну не всегда, вот здесь, ну в принципе и здесь тоже отработала сейчас зеленая точка. Но при этом, когда у него падает вот эта фигня вниз, это говорит о локальной вершине, как было вот здесь тоже. И в общем, сейчас эта штука вниз падает, так что возможно в момент мы увидим какую-то вот такую коррекцию. Поэтому то, что я тут нарисовал, это неточный прогноз. Скорее всего мы увидим что-то вот такое волнообразное все-таки перед продолжением роста по битку. Биток растет на шортах. Еще раз вам говорю, на шортах на каких? Не обязательно на маржинальных, хотя и на них тоже. Но в целом, вот посмотрите, прошлый цикл, вот здесь тоже никто не верил, здесь все вышли из битка. И по 8 тысяч, и по 5 вот тут, и по 4. Я это прекрасно помню. Все зафиксили прибыль, вышли, а умные еще начали шортить всякие хедж-фонды с плечом. И в итоге, что мы на этих шортах сделали? Еще несколько иксов, понимаете? И вот тут уже все начали орать, все, биткоин никогда не упадет, биткоин только лонг, только ту-зэ-мун. Биткоин никогда не будет дешевле там 18 тысяч долларов. И после этого, что мы видели? Долгий медвежий рынок до 3 тысяч. Поэтому, ребят, сейчас, пока настроения у всех смешанные, все запутанные, сомневаются, не понимают, покупать им, не покупать. На мой взгляд, дисклеймер, конечно же, не финансовый совет, как всегда. На мой взгляд, это только наверх. Покупать, конечно же, уже, как говорится, надо было по 10 тысяч, согласен. Но, как минимум, держать и не продавать все, разгружаться плавно, это залог успеха. И то, докупать аккуратненько, если DCA, то есть равными порциями, по чуть-чуть, каждый месяц, каждую неделю, то все равно нормально. Смотрите, даже если вы тут купили, а он чуть-чуть упал, вы тут купили еще больше, понимаете? А он еще чуть-чуть упал, вы тут купили еще больше, и потом он все равно отрос. И тут вы тоже чуть-чуть купили, у вас средняя цена входа будет хорошая. Поэтому я думаю, что биткоин на этих шортах сейчас улетит на 100 тысяч, может быть, даже выше. Там умные хедж-фонды зашортят, уже скажут, ну все, уже приехали же. И после этого мы можем легко улететь вообще куда-нибудь на 200 с чем-то тысяч. И вот здесь уже эти умнейшие же, в кавычках, хедж-фонды скажут, ну все, лонг на всю котлету, биткоин никогда не будет дешевле, биткоин идет на миллион. И вот тут-то и надо будет глобально шортить. Вот такой вот у меня план, достаточно простой, очевидный. Но вы знаете, так получается, что очевидного много никто не видит. И даже те, кто в это верит, они сами на это не ставят и будут выпрыгивать из ракеты. Это 100%. Поэтому держать надо лонги, вот что я думаю. Держу я лонг на Femix. Больший объем, конечно, уже распродался, но тем не менее. Держу на Bybit. Лонги по эфиру, биткоин, риплу. Тоже, конечно, объем хочется побольше. Ну ладно, что я держу лонг по дэшу на Binance. Тоже небольшой объем, но у меня в кроссе еще там позиция набрана, поэтому нормально. Доминация биткоина отскакивает, как мы с вами ожидали. Это, конечно, в моменте не очень хорошо для альткоинов, да. Но это только в моменте, ребята, на мой взгляд, потому что альтсезон вряд ли еще закончен. Доминация может сейчас отскакивать на фоне дампа перехайпленных альтов. Всяких NFT-шных игр, всяких проектов, типа Solana, AXS и прочее. Я ничего не имею против. Игры хорошие, прекрасные, мне сейчас тоже присылают посмотреть там. Классные NFT-игры. Но вы поймите, ничего не вечно. И эти игры могут быть классные и при цене этих токенов и в 100 долларов, и в 1000, так и в 2 доллара тоже, понимаете. Ничего там такого нет. И в какой-то момент, я думаю, что доминация дойдет до этого уровня, может быть, ложно его проколит, а может быть, и не дойдет до него. Но потом все равно пойдет вниз на фоне пампа других альткоинов. Может быть, еще и тех же самых, может быть, и NFT-шек тоже этих наверняка. Но в целом я просто вас хочу предостеречь. Смотрите, AXS на шумевшей Аксике. Ну вы поймите, что прекрасный проект, замечательная игра, все супер. Но когда-то он стоил вот по доллару, по 2. И сейчас он стоит 150. Он может улететь на 300 и на 500? Может. Но в какой-то момент игра не перестанет быть хуже от того, что токен опять снова станет стоить 20 долларов или даже меньше. А может он сейчас и сразу улететь? Может. А может и отсюда. То есть у этого движения уже в любом случае потенциал есть на хорошую коррекцию. Опять же, если мы включим индикатор BeamBand, то мы видим, что мы здесь уже более-менее в верхней границе коридора. То есть да, мы можем по BeamBand еще сходить куда-нибудь на 200 с чем-то баксов. И это будет верхняя граница коридора. Он, конечно, подрастет. Но потом мы можем ожидать снижения к нижним границам. Понимаете? И если врубить сетку EMA Ribbon, нашу любимую, EMA Ribbon Crypt, вот так она называется на TradingQ. Посмотрите, кстати, выпуск про индикаторы, который мы сделали с Пифагором. Большой, развернутый выпуск. Я думаю, он вам зайдет. Сейчас появится у вас сверху. Вот. То по сетке EMA Ribbon на дневном таймфрейме у нас поддержка по AXS где-то на уровне 70 долларов. 78 долларов. А на недельном таймфрейме там и того. Вот, посмотрите. Там только-только сетка образовалась на уровне 26-50 долларов. То есть мы все еще можем туда упасть. И ничего страшного не случится с игрой уж точно. То же самое могу вам сказать и по Солане. Прекрасный проект. Вопросов нету. Все. Может отрасти. Еще может. Но. Посмотрите. Да, мы сейчас отскакиваем от сетки. Кстати, по Солане хорошо удержали сетку на дневке. Но. Просто в какой-то момент осознайте, что да, у нее верхний потолок сейчас 380 долларов по этому коридору Bimbens. Но низ-то у нее 29 долларов. И она может сейчас еще сделать финальную историю. Но потом все равно в какой-то момент пойдет в длительный медвежий рынок. Понимаете? Как это было с монетами 17-го года, которые до сих пор так и не восстановились с толком. Поэтому просто осознайте. И я вам хочу сказать еще на примере. Вот посмотрите на примере Faktom. Я вчера слушал Тона Вейса на Форклоге. Он рассказал крутейшую вещь про Faktom на тему всех этих хайповых проектов. Помните Faktom, кто был в рынке уже тогда? Это был типа хайповый блокчейн на тему отслеживания товаров в цепи поставок, короче. И он сотрудничал якобы со всякими крупными логистическими фирмами. И все думали, что вау, Faktom это будущие логистические поставки через блокчейн, отслеживание логистики через блокчейн. В итоге один чувак из такой крупной компании проговорился, что на самом деле делал Faktom. Он сказал, а, Faktom, да, это наши любимые клиенты. Они говорят, нам платят огромные бабки, чтобы мы просто говорили о том, что... Ну, прикручивали везде слово блокчейн и Faktom. Чтобы мы просто, по сути, говорили, что они с нами работают. А на самом деле Faktom платил им бабки, собирал деньги через ICO на Полониксе или где там. И в итоге вы видите, что произошло. Просто скам вообще, скамища. Скамища проекта. Я ничего не говорю про... Да, современные альткоины, зашибись. Но 98% из них сделают так же. Просто вы поймите. И все вот эти проекты, которые сейчас вам говорят, что мы тут партнеримся с крутыми чуваками. Ripple тоже говорили про то, что партнерится с MoneyGram. А вот на самом деле что они сделали? MoneyGram был тоже на грани банкротства, как Lemon Brothers. Да, это денежные переводы типа Western Union. В итоге Ripple что сделали? Напечатали кучу своих токенов напечатанных. Пошли, продали, выкупили акции MoneyGram, помогли им. И теперь типа на этой новости они отросли еще больше. Вон мы видим. Отбили свои затраты, грубо говоря. Да, это не значит, что не будет пампа. Наверняка будет памп по Ripple еще. Но с какой целью? Только с одной целью. Чтобы загнать еще больше хомяков на каких-то хаях относительных. И потом пойти вниз. Это же все памп и дамп схема с этими альткоинами. Поэтому я вас просто предостерегаю. Новые проекты, которые уже на относительных хаях. Всякие там Luna, Shmuna. Они все. Они прекрасные, может быть. Всякие и игры там, и NFT-шные. Но уже вот здесь в это не лезьте. А лезьте во что? Вы знаете прекрасно, мои дорогие подписчики. Если вы подписаны на мой канал, смотрите монеты, которые еще относительно внизу. Особенно к биткоину. Это что у нас? Это лайткоин, который находится просто на своем дне. Это и Stellar тоже, конечно. И Ripple, который мы только что посмотрели. Они все вот на таком же дне. И вопрос тоже в том, что это будет памп и дамп. То есть когда эти монеты стрельнут так же, тоже выходите из них вот здесь. Не ждите. Выходите здесь, здесь, здесь частями. Частями выходите. И будет вам профит. Ну и Dash, конечно же, по Dash. Давайте я вам дам свой быстрый анализ. Dash USDT на недельном таймфрейме картина стрёмная. Потому что Parabolic SAR вот этот показывает вниз, как вы можете видеть. Вот. Но тем не менее здесь индикатор Бурж-Халифа, Пифагоровский, засигналил наверх. Если вы переключите на дневку, то здесь как раз Parabolic SAR тоже показывает наверх, как вы можете видеть. Только-только начал. И Бурж-Халифа сигналит на long. Ну и RSI тоже развернулся. Поэтому Dash сейчас, я считаю, это прекрасная ставка. Dash идет на переписывание своих хаев, своих локальных хаев. 400 с чем-то баксов. Я в Dash вообще за технологию. Мне пофигу, сколько он будет стоить. Но будет он стоить там выше тысячи. И хорошо. Но я его держу, в принципе, за технологию. Мне нравится монета. Он когда вырастет туда, я продам там 20% и все. И буду дальше сидеть. А вы, смотрите, если вы спекульнуть хотите, то, в принципе, тоже это неплохо. Сейчас вот спекульнуть. Как раз до следующего, до локального хаи, это примерно 2.5x. И потом еще выше он может пойти спокойно на 5x, на 10 улететь. Dash BTC тоже. Все, кто переживает сейчас, почему он так жестко падает. И все альткоины падают. Ну, во-первых, смотрите, зеленый этот самый сигналит уже вовсю на long. Тоже Бурж-Халифа. И RSI мега перепроданный на дневке. И он падает только потому, что биток сейчас растет, вы поймите. Поэтому сейчас биток начнет останавливаться. Останавливаться в какой-то момент, консолидироваться и уходить в коррекции. Все. Dash BTC может просто сделать вот так и срубите свои крышесносные иксы. Поэтому дисклеймер, конечно же, не финансовый совет. Все решения принимайте сами. Я просто вам говорю, что я думаю. На мой взгляд, надо сейчас аккумулировать стопудовых стариков и потихонечку. Ну и новые монеты, которые, кстати, типа 1NCH, которые хоть и новые, но все еще не запамплены. Понимаете, если бы 1NCH был вот здесь, я бы вам сам сказал, не надо его брать. А так, посмотрите на него. Его все еще можно брать, как и трон, в принципе. Атом уже на полпути туда, но трон, на мой взгляд, к битку, так вообще просто подарок. Посмотрите. Вот он вернулся к нижней границе вот этой поддержки. И я думаю, что очень скоро сейчас он хорошенечко отстрельнет. Все. Дисклеймер, не финансовый совет. Зеленые точки, все дела. С вами был Гриня, он же Фла-Ла-Ла. Это канал Крипто Комманс. Ставьте лайки, стопы, тейки. Подписывайтесь на канал. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok